ЗЛОТЫЕ ГОРЫ МАЯ ДА НА НЕМ ПАЙДАСЯ МНЕ ОССА МАНАЗДА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгений Жуманов, и кулинарное шоу «Магия кухни». Во все времена, как вы знаете, люди любили хорошо, а главное – вкусно покушать. Обильным застольем сопровождался любой повод – праздник или замечательное какое-нибудь знаменательное событие. Пожалуй, мы не станем нарушать традиции. Итак, дорогие друзья, время готовить! Не забуду напомнить вам о том, что генеральным партнером нашей программы является компания «Евразиан Фудс Корпорейшн» с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». «Евразиан Фудс Корпорейшн» – традиции и качества с 1962 года. А сегодня нашим проводником в мир кулинарного искусства будет шеф-повар Драгон Омчикус. Здравствуйте, Драгон! Прошу вас! Здравствуйте, Драгон! Драгон, проходите, пожалуйста, на свое законное место. Должен вам сказать, дорогие друзья, что Драгон не новичок в своем деле. Он закончил Белгородский университет. Насколько я знаю, приехали вы к нам из Сербии и специализируетесь на морепродуктах. Драгон Омчикус – шеф-повар ресторана «Файнфуд». Приехал в Алматы из солнечной Сербии. Выпускник Белгородского университета кулинарных искусств. За плечами имеет солидный опыт работы в московских ресторанах. Специализируется на приготовлении блюд из морепродуктов. А паэлья в его исполнении удовлетворит запросы любого гурмана. Мы сегодня готовим, кстати, с Драгоном, чтобы вы знали, готовим три блюда. Но это традиция уже нашей программы. Мы готовим три блюда. Вот наше замечательное меню. Мы сегодня будем готовить тартар из лосося, суп министроны и филе сибаса с овощами. Для натурального кетчупа нужны всего три вещи. Лучшие томаты, лучшие томаты и, главное, самые лучшие томаты. Кетчуп-3 желания. Томаты, томаты и только томаты. А помогать нам во всем этом будет моя хорошая знакомая, коллега, я бы даже сказал. Талантливая, красивая, замечательная, умница. Ну и самое главное, любимица всей страны и команды КВН «Казахи». Друзья мои, встречайте, у нас сегодня на кухне Гульнара Сельбаева. Гульнарочка, прошу вас. Здравствуйте, рада видеть. И я вас тоже. Здравствуйте. Драгон. Ну давайте, у нас в Казахстане принято целоваться. Да, один раз. Мы сегодня втроем попытаемся вот как-то, значит, сегодня соорудить вот три вот этих блюда. Гульнар, я вас сразу спрашиваю, как вы на кухне себя ощущаете? На кухне я, наверное, как и большинство женщин-артистов, ощущаю себя как гость. Именно так. То есть вы не готовите принципиально или не умеете? Я не умею, и вот как-то, ну может быть, сегодня у меня откроется вот это желание и талант. Ну что, что, руки мы ваши совершенно точно сегодня займем. Давайте, с удовольствием, помогу. Так что Гульнарочка нам сегодня помогает. Драгон, а вы руководите, пожалуйста. Вот мы первым будем готовить тартар из лосося. Так что вот говорите, озадачивайте нас с Гульнар, что мы должны будем делать. Что-то порезать, что-то почистить. Вот, сначала уже можно мелко нарезать. Нарезать лук? Да. Нарезать мелко лук, лосос там. Ой, а можно лук не я буду резать? Хорошо, лук буду резать я. Да, в очках у вас защита. Можете почистить авокадо тогда. Почистить авокадо. Гульнарочка, справитесь? Почистить авокадо? А как его? Надо мелко к кожурам снимать? Ну да, я с кожура буду начинать. А я порежу лук. Все, все, все. Давайте, давайте. Все, вот этим ножом. Вот. Давайте. Огромные ножи. Лук мелко резать, да? Ну да, лук надо мелко резать. Я за это время почистил лосося. Так, вот сейчас. Огромные ножи в моей маленькой руке. Есть у нас, по-моему, есть поменьше. Были поменьше. Вот как раз овощной маленький гульнар. О, можно мне. Супер, спасибо большое. Давайте, я вот это здоровое инструмент. Наверное, поэтому я и не готовлю. У меня, думаю, все огромные ножи. Вот оно. Овощным маленьким удобнее. Да, да. Так. Ну, а я лучок тем временем полежу. Ну, гульнар. Да. Я ведь не только позвал вас в помощницы готовить. Я хотел бы, чтобы вы нам рассказали, поделились. Своими, как говорится, жизненными, ну и, естественно, в основном творческими, конечно, планами. Вы вообще вот до КВН актерствовали? Вообще, я закончила, мне повезло. Я в 7 или в 8 лет поступила в новооткрытую детско-юношескую театр-студию при областном драматическом театре имени Островского в городе Уральск. Серьезно? Да, поступила и с 8 до 16 лет... Я там работал. Да вы что? Да. Оксана Малуша там главный режиссер театра. И вот она мой преподаватель. М-м-м. Вот. И, собственно, с 8 до 16 лет, ну, она давала нам всю институтскую программу. То есть Станиславский, Чехов, я знакома с ними с детства. Так вы из Уральска? Да. Я в Алма-Ату приехал из Уральска. Я родом из Павлодара. А вот в Алма-Ату приехал из Уральска. А что там делали? Я работал в театре имени Островского, правда, всего один сезон. На серьезно? Я из Павлодарского театра, из театра имени Чехова, из своего родного, где я начинал. Вот. Мы с режиссером моим, с Юрием Ивановичем Ханинго Бекназаром, он тогда был, правда, Коненкиным Юрием Ивановичем. Вот его пригласили из Павлодарского театра, пригласили художественным руководителем в Уральский театр имени Островского. И он взял меня с собой, я поехал с ним. И я сезон в Уральске проработал, вот в Уральском театре имени Островского. Класс. У меня самые замечательные, самые потрясающие воспоминания об этом городе вот в то время. Ну там хорошая школа. А Драгон, смотрите нам тут сколько уже всего накрошил. Это значит, Драгон, это семгу. Вы порезали уже, да? Да. Так. Порезали семгу, острый перец, чили, паприку красную, кензу. Сейчас порезали авокадо и все. Это все у нас ингредиенты одного вот этого тартара. Да, ингредиенты и вот красный лук еще, который... И черный перец, да? Черный перец. Черный перец, так. Лук достаточно мелко я порезал? Ну. Нет, не очень, да? Достаточно. Достаточно? Да. А как вам, а вы не плачете, когда лук режете? Ну иногда плачем. Да? Ну да, бывает раз. Но красный он сладкий. Красный он это, мы от него не плачем. Что дальше, Драгон, руководитель? Посуду, да? Что-то для салата нам. В салатницу? Да, можно в салатницу. Спасибо. Вот так, короче, высоса, паприку. Так, все это мы выкладываем в салатницу в одном. Заправлять мы будем чем-нибудь салатом? Заправлять будем, аж сейчас. Ульнар, запоминаете? Я вот ей фиксирую, фиксирую все. А мне интересно, вот получается вы профессиональный повар, шеф-повар, а дома вы готовите? Ну, дома иногда готовим тоже. А вы женаты? Нет еще. Нет? Нет. Девчонки? Да, мы в наш салат добавили соль, перец, кензу, лук, чили, перец и сейчас нам нужно масло будет. Масло. И тарелка, на что будем его сыгрывать? Растительное масло шедевр. Хочу особо отметить, что растительное масло шедевр вырабатывается из натурального высококачественного сырья. И еще, дорогие наши любители готовки, знаете ли вы, что производственный процесс растительного масла шедевр состоит из пяти степеней очистки. И раз уж я решил рассказать вам все эти секреты этого масла, оно не пенится и не пригорает при жарке. Так что вот, пожалуйста, Драгон, вот такое вот масло я вам рекомендую для салата. Вот, добавляем масло, лимон, авокадо. Сок лимона, да? Да, сок лимона, авокадо, заправляем солью и соком лимона. Ух ты, как интересно, я впервые вот это. Авокадо очень полезен, кстати. Вот это, я знаю, что все это, но из всего полезного я люблю, я очень люблю мясо. Очень полезное мясо я люблю. Но какой казах не любит мясо? Особенно канину. Вот, начинаем ассорироваться, да? Да, да, нам нужна тарелочка. Да, тарелка. Тарелка. Плоская, да? Но плоская. А вот смотрите, мы тут уже взяли формочку для... Да, мы укладываем. Авокадо, да, ага. То есть он слоями у нас будет, да? Ну да, снизу будет авокадо. Внизу подушка из авокадо. Да. Сдобрена лимонным соком и солью. И солью. Сейчас добавляем. Ох, это ж просто... А как-то мы, как-то саму тарелочку мы украшать будем вокруг? Украшать будем, он сейчас на концу. Это вы по параллелепипеда, не побоюсь этого слова. Уже кушать хочется. Ну вот не зря на такие, нельзя на такие программы приходить голодным. Да? Сейчас будем пробовать, сейчас будем пробовать. У нас ведь как, не нужно ждать третьего блюда, мы будем пробовать каждое. Супер, я готова пробовать. Так, ну вот драгон уже занялся сервировкой и украшением нашего тартара. Красиво. Съедобно. Вот формечку убираем. Опа, и не распадим. Вау, вуаля! Какая красота. Мен Нелсин Пенния. Шедеврдың қалай жасалатындығын айтып берем. Ең жақсы жаңалынға майды үш рет сізгілейміз. Бұл гафинация этапында барлық артық заттар кетес, ал бізге тек қына май қалай. Эшінде шөгіндінің пайда болмау үшін оны қатрамыз. Және соңында бұтенді әммет исті жоямыз. Сонымен біз шедеврдың. Сіздім тагамдарымыздың табиғидан айхандайтың жоға үшін әрсапала майды әзерледек. Май болса, тек кына шедевр. И так, на самом деле, это же достаточно быстро и просто все делается. Да, мы сделали это практически. Прошу вас, Гульнарочка, берите, пожалуйста, вилочку. А уже, уже прямо сейчас? Да, конечно, мы попробуем сразу. Драган, прошу вас. Ну да. Ну и я, естественно. Ну? А вам остается, друзья, только догадываться, как это на вкус. Савокадо немного. Мммм, я рыбу вообще обожаю. Теперь я. С краюшку тоже. С рыбкой. Да, 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 да. Ну и повар. А вы постоянно пробуете то, что вы готовите? Ну, обязательно. Да. Ну да. Интересно, какое сочетание. Да. Тартар из лосося. Берем лук, перец чили, болгарский перец и филе лосося. Нарезаем кубиками. Затем все смешиваем, солим, перщим и добавляем растительное масло. Авокадо тоже нарезаем кубиками и поливаем лимонным соком. Приступаем к оформлению блюда. На дно формы выкладываем авокадо. Сверху остальные ингредиенты. Готово. Приятного аппетита. Так, ну мы не стоим на месте, мы продолжаем. Попробовали мы уже тартар, значит. Теперь у нас министроны на очереди. Драгон, пожалуйста, расскажите, из чего мы будем готовить министроны, что входит в министроны? Ну, короче, в министроны идут разные варши, солдарей, лук-порей, цукини, петрушка, помидор, морковка, картошка, горох зеленый, бульон, ошной, соль, перец. Все это у нас есть? У нас все это есть. Гульнаточка, вы готовили когда-нибудь? А, не спрашиваю, готовили? Я, как любой хипстер алматинский, конечно, хожу в все заведения, особенно вот итальянская кухня мне нравится. И я очень часто заказываю суп министроны, и теперь я узнаю, как... А теперь вы будете участвовать в приготовлении. Да, как это все делается. Вы представляете, как это... Давайте. Мы приступаем. Драгон, озадачивайте нас, Гульнар, чем вам помогать, что делать? Сейчас заберем, а уж и... Так. Гульнарочка, ну так рассказывайте мне. Вот, значит, закончили вы театральную студию в Уральске, и... Закончила я, значит, театральную студию, она находилась вообще при музыкальной школе, и, соответственно, я закончила музыкальную школу по трем классам. Вот это маленькие. По трем классам? Опачки, да, хореография, вокал и театр. Угу. Вот. И, собственно, не успела закончить школу, участвовала в музыкальном проекте. Был такой. Вот, маленький кубик. Опачки. Да. И осталась в Алма-Ате, начала играть в КВН, и понеслось. Угу. Вот. А вы, Драгон... Да. Как вам? Вы давно в Казахстане? Ну, давно. Да? Как вам, нравится? Нравится, нравится, конечно. Вот, похоже, в нашу страну и клеймается. Угу. Мы с Драгоном, кстати, бывали в одних и тех же местах, оказывается. Я как-то два или три года назад был в Черногории, и Драгон тоже работал в Черногории. Причем в двух городах, вот, в которых именно как раз вот я был. Это были города Будва и Котор. Совершенно потрясающие города на берегу Ильейского моря. Там же Игейское море, да? Да. Очень красиво. Средиземного. Красота неописуемая вот этих городов. Вот. И я, то есть, ну, там вот отдыхать приятно, просто здорово. А Драгон там работал. Вы в ресторане там работали, да? Ну, в Гателе, да. Вот. Ну, там... Ну, кухня там совершенно потрясающая, вот эта средиземноморская кухня. Просто что-то с чем-то. Да, мне тоже нравится средиземноморская кухня. А она сейчас очень модная. Ну, во-первых, потому что полезная. Очень много естественных натуральных продуктов в тренде. А вот часто говорят, что... Ну, в смысле, казахи сами любят часто хвалиться, что вот казахи очень такие вот... Народ, ну, сравнивают, наверное, с итальянцами. Любят поесть и любят готовить. Ну, я, например, не совсем соглашусь. Пусть, наверное, сейчас на меня ополчатся многие. Но если посмотреть казахскую кухню, вы, наверное, сами... Вы, наверное, сами знаете. Вы, наверное, пробовали, да, казахскую? Ну, готовили вчера бешпармак вашу. Ну вот, ну, смотрите. Сами готовили? Ну да, вчера. Да? Хорошо получается? Ну, хорошо. А Пашке хвалили? Ну, конечно. Ну вот, там вся такая кухня, то есть переваренное мясо, да, просто отваренное мясо и там минимум какое-то, ну, тесто. Это, наверное, в поздних веках еще добавилось. У меня был с моим другом американцем такой был незамысловатый диалог. Он меня спрашивал, говорит, ну, вот, когда приехал только в Казахстан, и спрашивали про национальную кухню, какая у вас национальная кухня? Я говорю, ну, бешпармак, конечно. Он говорит, тесто, мясо, лук. Он говорит, ага, ясно. А еще что? Я говорю, ну, манты. Он говорит, ага, а там что? Я говорю, тесто, мясо, лук. Он говорит, да, хорошо. А еще что? Я говорю, ну, это, наверное, скорее не казахское, наверное, татарское, наверное, блюдо. Я говорю, беляши, вот, например, чебуреки. Он говорит, а там что? Я говорю, тесто, мясо, лук. Он говорит, не фигаси, у вас все. Как вы по-разному можете, да, завернуть. Вот. Так, Драган, хорошо ли я порезал цукини? Конечно, хорошо порезал. А я вот, нормально? Мы, я понял, зажарочку будем делать прямо в кастрюле, потом добавляя бульон. Вот я это очень люблю, когда зажарка прямо в кастрюле, а потом бульон добавляешь, и все. Да, сейчас нам опять нужно растительное масло. Растительное масло. Давайте, я уже знаю, где оно стоит. Я так легко и ловко за ним бегаю. Говорите, сколько наливать. Вот все, достаточно. Достаточно. Ну да, чуть-чуть. Сначала будем обжаривать лук-порейс. Давайте сначала включим. Я тоже когда-то играл, но это было очень-очень давно. Тоже когда-то играл в КВН. Но я играл в КВН как раз в тот момент, когда на телевидении было вот затишье, как раз когда вот была пора, если помните, совсем глубоко в историю копать, когда вот Масляков совсем-совсем молодой, да? Я помню эти КВН, и я ребенком их смотрел еще с родителями. А потом было такое небольшое затишье, когда про программу как будто бы забыли вообще про этот проект. Мы по старинке в школах все равно вот в КВН играли между классами там и так далее. Но тогда это не носило такой, то есть вот фанатического такого характера не было. А сейчас, то есть просто уже, как сказал мой любимый сатирик, ну, кстати, и философ, между прочим, тоже я так считаю, Михаил Михайлович Жванецкий, страна победившего КВН. У нас сейчас везде КВН. Да, ну, КВН много дал кадров хороших, не только уже российскому телевидению, потому что такая хорошая школа. Трудно спорить, трудно спорить. Но КВН, конечно, вот в актерском, он немного мешает. Мешает. Потому что надо за пять минут штампами быстро-быстро. Это я вам как актер с 30-летним старым скажу, да. На этих ребятах уже вот печать такая некая. Они такие, я смешной. Да, да, да. Сейчас будет смешно. Да, поэтому... Вот в них это уже такое есть, и это вот... Там немножко позволяется там утрировать, гиперболизовать, это смешнее. А когда ты входишь в кадр, я вот столкнулась после КВНа на съемочных площадках с тем, что меня слишком много. И приходится себя сдерживать. Вот, поэтому... Я с этим столкнулся на проекте «Перекресток», когда прямо с театральной сцены, причем с большой театральной сцены, с театра имени Лермонтова, вдруг попал вот в павильон съемочный, и надо было для камеры что-то делать. Так, Драгон, тем временем приготовили мы зажарку. Да, зажарили короткие овощи, которые... А, как парни, да. Да, добавляем овощной бульон. Овощной бульон. И зашкорчало, как все красиво. А это даже весело. А вы думали, от этого даже удовольствие можно получить, я вам скажу. Да, вы, кстати, получаете удовольствие, когда готовите? Ну, конечно. Да? А иначе блюда не получится. Ну, да, да. Иначе вкусно не будет. Мы теперь ждем, пока наши овощи чуть потомятся в бульоне. Да? Что мы дальше будем делать? Еще дальше будем делать. А он такой вот о министроне получается очень красненький вообще суп. Это из томатов? Да? Ну, да. Только из томата, из прожарки там и все. Из морковка тоже там. Серьезно? Ну, вот у меня почему-то в памяти он тоже откладывается. Вот чуть ли там, чуть ли не на томатном соке его делают, что вот он прям вот красный красный. Ну, нет, с разных рецептов. Вообще, вот зависть от каждого повара по-другому. Я поэтому, наверное, и перепутал министроны, что вот он, мне все время казалось, что это холодный суп. А оказывается, я был не прав. Оказывается. Хотя, может быть, где-то его... Да у нас, господи, да? Ну, остылый, холодный министрон, пожалуйста. У нас взять Казахстан по областям, бешпармак везде готовят по-разному, да? Конечно. Рыбный где-то есть. Вы пробовали, кстати? У нас есть в Казаларде, в Казалардинской области и на западе, наверное, Актауа-Тырау, они готовят с рыбой. А где-то идет копченая каза идет, бешпармаку тоже интересно. Ну да, без вас. Зеленый горошек. Он у нас слегка заиндивил, но не страшно. Мы его бросаем туда. Ой, какие ароматы, дорогие зрители, если вы только чувствовали это. Привыкайте к кухне, привыкайте. Осваивайтесь. Вот кулачок. Всего по чуть-чуть. Все, помидор на конце. Помидор в самом конце. Да. Почему помидор в конце? Потому что он уже должен быть и кубиками остаться. Угу. Чтобы не развалиться. Не надо развалиться, да. А лавровый лист есть у нас? Лавровый лист у нас есть. Вау! Да вы волшебник, Евгений. Да, чудеса. Магия кухни программа называется. Магия, вот пожалуйста. Один листочек кидаем, этого достаточно. Соль, перец еще. Пока укус. Соль, перец, прошу вас. Перец. Спасибо. Соль. Помидор на конце. И помидорчик. Да. Еще чуть-чуть закипит, и все. И чуть-чуть закипит, и будет готово. Я в Будве, в ресторане Порто, небезызвестном вам, вы знаете эту сеть ресторанов, заказывал рыбу солнца с овощами. Да? А солнечный капитал. Это был, да, 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 да. Солнечный капитал. Солнечный капитал читается, как самое хорошее. Ой, это было что-то с чем-то. Да чего же это? Причем ресторан стоял на платформе такой, которая плавала прямо вот в заливе, где так покачивало. То есть вот ресторан на воде прям находился, пятизвездочный портал. Пять звезд, по-моему, да? Да. Или четыре звезды максимум. Ну, четыре звезды. Оказывается, нет. Не укачивало меня. А я вот не проверяла. Я съел этого солнечника с огромным удовольствием. Это было очень вкусно. Изволите? Да. Потом, что же я, я что-то еще помню. А, я помню, я помню, как актер, актриса и театр по-сербски. Ну и? Театр по-сербски позоришь-те? Да, позоришь-те. 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 Очень похоже на русское позорище. Позорище. Это театр. Глумица-глумица. Актриса-глумица. Глумица. Глумица. Актриса-глумица, а актер-глумица. Да, глумица. Сейчас все. Глумац-глумац, да. Мы глумим, мы с вами глумим. Ну да, но на самом деле... Видите, насколько близко к русскому языку? То есть суть ухватывает очень-очень точно. А я это понял по магазину, то есть в отеле я когда расселился, и напротив меня стоял здоровенный супермаркет. И вот, ну вот, вход и выход. И по-сербски вход это улаз, то есть влаз, а выход излаз. Излаза. То есть влаз и излаза. Вот и все. Интуитивно понятно, да? В принципе, но я тоже жила год в Украине, и там, в принципе, тоже все интуитивно понятно. Украинский у меня вообще родной, немногие это знают, но украинский у меня... Я начал говорить вообще на человеческом языке, начал говорить на украинском языке. Ух ты! Да, потому что меня воспитывала моя бабушка украинка, бабушка папина, папина мама, она была гораздо моложе моей бабушки украинки, бабушка моя татарка. И когда я родился, бабушка татарка еще работала, а бабушка украинка уже была на пенсии. Ага, и у нее было свободное время, соответственно. И она меня нянчила, и я говорить начал вообще по-украински. Это ридно-мова моя. Вот придешь на программу, и много нового чего узнаешь. Отлично. Так что да. У вас, значит, какая-то жгучая смесь с татарой, татарой, украинцем. Татары, казахи и украинцем. Евреев нет? Евреев нет. Ну, получился еврей. По-моему, получился еврей. Казахи, татары, украинцы, получился еврей, по-моему. А я недавно на антропологическом сайте каком-то смотрела смешение рас разных. И вот, оказывается, когда смешиваются японцы и евреи, получаются казахи. Ну, чисто внешне. Да? Очень похоже, да. А я знаю историю одну про японцев, очень интересную. Это после скандала голливудского, когда сняли они дневники гейши, то есть на японском эпосе сняли, а в кадре не было ни одного японца. Были корейцы, китайцы. Да, девчонки китаянки играли. Они чуть ли там не дипломатическую ноту протеста предъявляли о том, что почему нет в фильме ни одного японца. Вы, кстати, вот практиковались в японской кухне? Ну, знаем, достаточно. Знакомые, да? Достаточно, да. То есть сказать вам приготовить суши, вы без проблем... Суши, роли, гунканы и остальное вообще без проблем. Без проблем. Ну, еще бы. Господи, шеф-повар. Вот, да. Масло «Золотые горы». Вкус и польза. Вот что важно. Вот наш миностранный готов. Ух! Боже мой, какой запах! У-у-у! Гуляночка, нюхайте. Я уже... А сейчас будем пробовать. Так, сейчас у нас тарелочки. Вот у нас черпачочек. Так, ну вот давайте... Тортик, 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 тортик. Нашу гостью побалуем. А я думала, сейчас приду, придется готовить, а тут... Пару раз и... Ух, да, еще красоты. Ух, да. Вау, спасибо. А ну-ка, очень горячая правда. Подуйте, не ожгите. Обязательно. Так, сейчас Гульнара оценит. Сейчас мы по ее лицу все поймем. Главное, что самое необычное. Гульнарочка, вы участвовали. Я, да, лично... Вы приложили руку просто. Наверное, я поэтому и не готовлю. Потому что я тоже бы все время пробовала еду и растолстела бы. Наверняка. Нет, если бы пробовали, только пробовали бы, то не растолстели бы. Да. Конечно. Ммм! Угу. Ммм! Какая прелесть. Драгон. Браво. Драгон, браво. О, приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мини-строна. Лук-порей, сельдерей, морковь, кабачок и помидор нарезаем кубиками. Делаем зажарку. Затем добавляем овощной бульон и картофель. Доводим до кипения. Выкладываем кабачок и варим до готовности. А в конце добавляем помидор. Украшаем суп мелко порезанной зеленью. Приятного аппетита! А знаете ли вы, что овощной суп мини-строна был одним из самых любимых блюд Леонардо да Винчи? А история его уходит в глубь веков. В сельской местности, в разных уголках страны, его готовили из сезонных овощей. Этот суп всегда присутствовал в рацион итальянцев. Большой суп именно так он переводится с итальянского. А большой, потому что готовится из множества ингредиентов. Настоящий мини-строна содержит не менее 10 видов овощей. Из сельской кухни Италия мини-строна перешел в национальную. Но в каждом регионе его готовят по-своему. В Ломбардии в него кладут тыкву и сыр пармезан. В Тоскане – белую фасоль. В Сардинии – нут. В Милане – свежий горох и свиную шкурку. А в Лигурии – соус песто. Друзья мои, мы, как обещали, продолжаем. И у нас дальше на повестке дня филе сибаса с овощами. И не просто, а еще и сливочное со шафранным соусом. Расскажите, пожалуйста, нам, Драгон, что еще у нас тут на столе есть? Нож, спаржа, цукини. Цукини, спаржа. Красный перец, шафран, соль, овощной бульон, вино белое, сливка, сибас. Здесь что? Оливковое масло. Оливковое масло. И все. Все? Да. Что нам нужно сейчас с гульнарочкой? Чем мы можем вам помочь? Который почистить красный перец можно. Почистить красный перец? Еще и все? И все пока. Меня научили так? Я буду просто... Да, вот вдавливать, да? Да, 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 да. Меня не учили, но я сама догадалась. Да? Да. А меня научили, я до сих пор не умею. Его как порезать на драгон? Его на, ну, так. На такие. На той некие пюшки. Неожиданная, которая сколько. Если сама не умеешь готовить, создай все условия для людей. Правильно, правильно. У каждой хозяйки десятки секретов. Салатов, пюре, запеканок, омлетов. С брокколи, рукколой, тмином и кинзой, камамбером, ракфором, чеддером, брынзой. С уксусом, с солью, молотым перцем. С любовью, душой и от чистого сердца. С мясом, без мяса, с начинкой и без. Сотни рецептов. Один майонез. Майонез, три желания. Ну, мы хоть немножко-то у вас, Гульнар, интерес пробудили к готовке с Драгоном. Получилось у нас или нет? Получилось. Вот приду домой, наверное, и попробую вам что-нибудь сделать. А что будете пробовать готовить? Ну, я думаю, надо сделать обед полноценный. И как раз вот из трех блюд. Почему мужчины лучше готовят, чем женщины? Вообще у мужчин все получается лучше, чем у женщин. Ну, не все, я бы сказал. Ну, только детей рожать не получается. Ну, сейчас вот, сейчас без нас уже успешно зачинать можно уже. Так что, даже от этого нас уже освобождают. Вот так вот все в мире. Как ты. Смотрите, какие классные у нас получились рулетики. Да, вот такая вот задумочка. Такие у нас будут роллы. Да. Из симуса. Ну да, роллы из симуса. Мне интересно. А так и называется, да? Да. Надо же, как я отгадал. Посмотрите, какие у нас красивые драгон сделал роллы с овощами из симуса. Мы положили внутрь, то есть, спаржу, цукини, порезанные все вот такими палочками, да? Как это правильно сказать? Ну, на жильен порезанный, да. Угу. Вот, завернули все это в филейку симуса, прокололи для того, чтобы для фиксации, прокололи зубочисточкой. И сейчас мы все это поставим в духовку, которая у нас заранее разогрета до 200 градусов. Поставим на сколько? Ну, на 15 минут. На 15 минут, ребят, потерпите 15 минут. Отлично, все готовится очень быстро. Вот это по мне. Все? Вот это мне нравится. Все добавляем на лиску, которая... Оливковое масло. Оливковое масло. Вот оливковое масло, белое вино чуть-чуть. Чуть белого вина в оливковое масло. Да. Бульончику. Ну, все, мало заправим солью. Накладываем роллы. Ага, и кладем их вот так. Ну да. Какая красота. Вообще, наблюдать за тем, как готовят мужчины, в этом есть что-то магическое, конечно. Вот так. Да. И осталось нам всего-то навсего каких-то 15 минут поговорить на сербском языке. А, ну, пока жар, соус надо сделать. А-а-а. Шафрановый соус. Шафрановый соус. Хорошо. Мы... Основа для соуса у нас будет бульон, да? Основу будет бульон, сливка, бульон, сливка, соль, перец и шаф. Угу. Соус. Мы будем готовить еще соус. Три желания кетчупа. Казанахтар, Казанахтар. Женя, тик-канах, Казанахтар. Значит, набираем на сливку. Сливки пошли у нас. Да. Разогреть. Разогреть. Бульон. 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 Пожалуйста. Говорите, сколько? Вот все достаточно. Шафран. А вообще, моя мама, когда выходила замуж за папу, она тоже не умела готовить. И он учил ее первым блюдом плов готовить, учил. Сейчас она отлично уже готовит. У вас все еще впереди. Ну, я надеюсь, да. Если я в маму, то все впереди. Но папа, конечно, готовит, тоже очень, добавляет всякие соусы, приправы. Это вот одна из версий, почему мужчины готовят лучше, чем женщины. Для женщины это все-таки пребывание на кухне, это все-таки суровая необходимость. А для мужика это, в общем, творчество. Да, да, да. Мужик, он редко придерживается рецептуре, он готовит так вот, интуитивно, да? Ну, да. А вот не боится экспериментов, да? А вот это вот я сейчас брошу, добавлю. Да, да, да. А вот это вот. Поэтому получается что-то, то есть вот человек творчески подходит с интересом к этому. Вот и результат. Не сильный огонь у нас? Нет, наверное. Сейчас он закипит. Ой, а там уже и у нас рыбка-то... Зашкварчала? Да. Да, уже слышно. Горит, лимит. Сейчас. Интересно. Но когда готовит папа, вот, кстати, в продолжение темы, он всегда оставляет очень много посуды после себя, потому что каждый ингредиент у него в отдельной посуде. Да? Да, и после папы, конечно, вкусно все это есть, но убирать потом больше в два раза. Для загустения ничего не добавляете вы обычно? Бывает еще вот добавляют муку, да, крахмал. Ну да, крахмал добавляют, но сливка уже она самоспособит. Вот все, соус готова. А как вы, Драгон, относитесь к фастфуду вообще? Все как я? К фастфуду как относитесь? Кушаете? Нет, вообще, нет, все все бесполезно. Сажалу так и... Бесполезно ее, да. Да-да. А, часто бумагу напоминают. Как будто бумагу ешь. Танғасын бұл сенің күніңнің бастамасы. Ол сені қаншалықты қанықтырат. Сіздерге бай болама, барлық жоспорланған істерің ойдағыдай орындалама. Немесе сенің басын күнділікті тірлікпен айналып кетеме? Танғас кезінде мұның барлығы маңызды емес. Златығы маңызды емес. А вы пробовали? Вот я была в Таиланде, и у меня друзья пробовали вот этих тараканчиков на шпажках. Я не знаю, осмелился бы я, но я вообще человек такой в этом отношении, не знаю. Я бы, наверное, рискнул. А я вот нет, прям вот один вид, ну тараканы, они прям вот противно. Но они ж зажаренные. Ну да, на вкус как чипсы, отсыревшие, говорят. Вот. Но я не люблю отсыревшие чипсы. Сыребай, я думаю, готово. Что у нас там с духовкой? Все готово. Готово, можно вынимать? Да. Так, сейчас я вам прихват дам, чтобы вы это не обожгли. Так. Вау! Опачки. Вот он наш сибас с овощами. Да. Мы тут на подхвате. Ну, пока все. Вынимаем зубочистки. Да. Сибас выкладываем. Опа. Соус. Вау! В процессе приготовления. Вот. Что мы и сделали. Вот, пожалуйста, прошу вас, дорогой. Наш соус. Соус можно использовать очень. Вот так вот. Они даже по цвету, смотрите. Да. Соус, который сделали мы, они даже по цвету одинаковые. Ну, друзья мои. Вот сибас с овощами. Шфаном соус. Да, да. Вот такие вот у нас получились замечательные роллы сибаса с овощами. Уху! Разрезать, да? Давайте, да. Давайте я попытаюсь. Попытайтесь, пожалуйста. Получается? Да, да. Да, вместе с овощами. Отлично. Вот так. Супер. Ну, вот. Давайте. Наши овощи. Ну, как? Ну, как? О! Ммм! Отлично. Прекрасно. Мне нравится, как сочетается соус. Ну, ладно. Замечательно. Да. Жуга рассыпала майда эзерледек. Майболса. Теккана шедевр. Филе сибаса с овощами. Болгарский перец и кабачок режем соломкой, а спаржу пополам. Филе сибаса солим, перчим. Порезанные овощи выкладываем на рыбу и заворачиваем в ролл. Закрепляем зубочистками. В противень наливаем немного оливкового масла, белого вина и выкладываем роллы из рыбы. Ставим в духовку на 15 минут. Готовим соус. В сотейнике смешиваем овощной бульон, сливки, солим, перчим и добавляем шафран. Доводим до кипения. Даем немного загустеть и выключаем газ. Готовую рыбу выкладываем на тарелку и поливаем соусом. Приятного аппетита! Драгон, браво! Отлично! Ну, спасибо вам. Большое вам спасибо. Гульнарочка, спасибо вам большое. Спасибо вам. Мне было невероятно приятно с вами беседовать сегодня. И надеюсь, вы запомните рецепты. Обязательно. И нашего шеф-повара Драгона Омчикуса тоже запомните. И порадуйте своих близких теми блюдами, о которых вы сегодня узнали с помощью нашей программы. Не забывайте нас смотреть, друзья мои, ежедневно, практически в одно и то же время, «Магию кухни». Гульнарочка, вам большое спасибо за то, что помогли мне сегодня. Ну и еще одна из замечательных частей нашей программы под конец, что у нас гость программы никогда не уходит без подарка. Да вы что? А меня не предупредили, как приятно. Рояль в кустах, возможно, который вас возбудит все-таки на приготовление, взяться самой и начать на своей кухне как-то вот с этими замечательными продуктами готовить. Вот муж обрадуется, ушла на программу, а пришла с продуктами. Настоящая женщина. Как в магазине сходила, да? И самое главное, сытая пришла. Спасибо большое вам. Не забывайте, вы смотрели программу «Магия кухни». Готовьте с удовольствием, приятного всем аппетита. Не пропустите нас завтра в это же время в 18.00 на канале СТВ. Время готовить. Рецептер майонез. Рецептера Санцес. Три желания майонеза. Кетчуп. Три желания. Томаты, томаты и только томаты. Три желания. Три желания. Три желания. Три желания. Три желания. Три желания. Продолжение следует...